Пошлите туда, сейчас мы все всудим, подождите, сейчас... Нет, мы базар устраивать не будем, что вы поняли. Потому что каждый задаст 24 вопроса, я их не запомню. Так, здравствуйте, дорогие, любимые жители поселка Зайцево. Прошу всех выключить мобильные телефоны. Сам сделаю то же самое, но я имею в виду звуки. Все, можно говорить, да? Хочу отчитаться, во-первых, что мы сделали за неделю. Вот за эту маленькую неделю, на которой мы находимся здесь. Первое, что нам удалось решить. В течение полутора недель будет восстановлено восстанавливание на всей оставшемся поселке Зайцево, в той части. Вчера провели мы совещание с ОБСЕ и с представителями СКФЦ. Нам помещали допуск. Технические возможности для этого есть. Поэтому приоритетной задачей мы ставили восстановление водоснабжения и электроснабжения. Электроснабжения в течение полутора недель мы не сделаем. По одной простой причине не хватает материалов. Это будет сделано в течение трех недель. Все вопросы согласованы. Второе. В течение двух недель на территории библиотеки будет открыт фельдшерский пункт и аптечный пункт. В однозначном порядке. Вопрос не подлежит обсуждению. Второй вопрос, который мы согласовали в зловой республике и было дано по этому поводу поручение им лично о ремонте дороги подъездной к вам сюда. Потому что ее не существует в принципе как и в Орловке. Но поселки такие как Вольма 6-7 и Зайцево должны быть обеспечены проезжаемостью. Связано это с общественным транспортом. Автобусы ломаются, зачастую не выходят на линию. Из-за этого мы не можем продлить их по времени движения. Если вы вчера обратили внимание, если вы знаете, здесь присутствует начальник МЧС. Уже вчера ночью еще не прекратился обстрел, но МЧС уже была на месте. Все вопросы эти тоже решены. И по скорой помощи в том числе. Теперь вопросы о том, что кому-то страшно, кто-то не едет, их нет и не будет. Это то, что мы успели сделать за неделю, в которой мы находимся здесь. Мы отставили все дела, все дела городские, центральные. Здесь находится, представляю вам, новый начальник городского отдела полиции, которого представили буквально 4 дня назад. Вчера мы обсуждали с ним вопрос патрулирования. Вопрос мародерства стоит очень остро. Безусловно, мы это все понимаем. В течение недели, наверное, мы проработаем, как будет осуществляться патрулирование, либо уменьшение плеча подъезда сюда патрульного автомобиля по звонку, чтобы не сдать родил. Мы все это понимаем, что у родила находится всего лишь одна следственная оперативная руба, которая выезжает везде. Но этот вопрос мы поставили, он мародерство, такой же стоит у нас в теоретике. Все службы городской администрации, которые должны отвечать за жизнедеятельность жителей поселка Зайцево, находятся здесь. Мы готовы ответить на все вопросы, на которые знаем ответ. Я не все еще могу ответить. Прошу, единственное, очень прошу, говорить по одному, мы будем здесь находиться столько, сколько надо, только не 50 вопросов за один раз, мы просто не сможем на них ответить. Договорили все? Ну вот я даю вам первый вопрос. Я приехала с улицы Революционная, которую сегодня обстреляют. Вот дают гуманитарку. Мне 56 лет. Я ни под какую гуманитарку не подхожу. Почему нам ее не дают? Мы сейчас урюбливаем. Отвечаем. Вот, я вот за этот вопрос приехала у Зайцево. Я в течение недели был на поселке Бзайцево уже три раза, сегодня четвертый. Отвечаем по гуманитарке, которая приезжает из Российской Федерации. Можно мы ответить? Значит, смотрите, в первую очередь списки на гуманитарную помощь составляет Никитовская администрация. В первую очередь. Право на получение гуманитарной помощи определяет Красный Крест. Те улицы, на которых были разрушения, они, безусловно, имеют право. И, естественно, собственники тех домов или проживающие, которые подвержены разрушению, также имеют право. Но у меня не было разрушения. Но я на группе, у меня третья группа. Я нигде не подхожу под гуманитарную помощь. А что вам отвечает Красный Крест? А где? Я ходила и в пенсионные. Мне сказали, у вас прописанные дети, но у меня их нет. Я живу одна. У меня муж умер тоже после. Я Никитовка, получается. У меня революционная 89. У меня тоже. Получается, я никуда не подхожу. А за 2000, то, что мне дают по группе, я тоже не могу прожить. Я вас понял. Мы с Красным Крестом эту тему... А я говорю, Никита, а нам не дают. Никита, а нам не дают. Никита, а нам не подходит. Понимаете? Неван Сергеевич, это нормально? Подождите, дайте я скажу. Нет, дайте я отвечу. Мы сейчас с главой обсудим этот вопрос района. Я хочу сказать, с Красным Крестом этот вопрос я лично обсуждал. Препятствий нет. Они хотят нормальную, полноценную заявку с описанием целесо... Я еще в 2014 году не получила. Вы не перебиваете так же. Спасибо. Красный Крест хочет от администрации Никитовского района и города Горлови Внятную заявку с описанием причины проблем, в которых проживает население и с описанием разрушения или риска для проживания. Мы это готовы сделать, исходя из ваших пожеланий и обращений. Красный Крест будет выдавать гуманитарную помощь. Они просто хотят увидеть внятную заявку. Я езжу сюда, из города, чтобы проехать на Руднево-32 автобусом, а потом иду я полтора часа с палкой. Я инвалид первой группы, сын инвалид первой группы, и мы туда идем. Как мне проехать, чтобы оттуда, прямо, прямо, и я это... Я вам сейчас не тошко скажу. Был подан список на пропуска людей, чтобы могли без участия не проходить. Вот забыла к ему, к ему я отреагировал до сих пор. То есть через наши блокпосты? Да, через... Мы решим этот вопрос, и я понял суть проблемы. Спасибо. Список уже готов. Список готов, а много людей решите. У вас есть вопрос. Давай, я согласен, извините. Я согласую, это вообще не проблема. Это местные жители, они должны проходить без очереди. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Следующий вопрос по поводу разрушения. У меня дом разбит, рыбалка 220. Ключок второй, второй этап. Писала, он еще в феврале месяце. Ну так есть дома, которые разбиты еще в сентябре 4-го года? Нет, у меня разбиты... Я писала в город-администрацию, в Никитовскую писала. Мне сказали, сегодня приехать, сегодня обследуемся. У нас есть специалисты, они проедут с вами в районах. Заявление на обследование подробности сказали? Я все в обществе изданных. Мы с вами беженцы и живем. Живем кто где притрежет. Вот у меня девочка, соседская девочка. У нее, у ее... А жеванка это территория Украины, да? Это теперь, ну мы оттуда бежали, в чем стояли. Вот эта девочка, моя соседка, она вдова мальчика, похоронила мужа, осталась с ребенком. Дом ее, квартира свекрови, родители мужа, стоит кустая. Как ей ее занять? Еще раз, еще раз. Она на личных отношениях это решить не может? Ну они аж уехали, аж первым шоемом. Я представитель власти. Я не имею права зайти, потому что если мы зайдем в чью-то квартиру, хорошую, плохую, ну не нам же, это и сейчас. Точно так же зайдут в ее квартиру, зайдем в мою, зайдем в стрелочке. Ну какая разница, пусть она пришла недоверенность в области, хотя бы по фотокопии, чтобы это было понятно, что они не возражаются. Если не технически сложно войти, но у нас есть эта законодательная помощь, это специальная, это частная собственность. Мы сейчас отрабатываем квартиры, которые государственные. Вот, с вами разница, есть у государственной собственности, будут предоставлены ее прежде всего, разрешенцам и беженцам. Я могу зайти в квартиру только в единственном случае. Если в квартире аварийная ситуация, они кого-то заливают, условно, например, полицию, ремонтируем, посоветим ЖЭКа, заходим, ремонтируем, назад опечатали. И закрыли городом, здесь аварийная ситуация. Вольно никаких причин, зайдем в чужую квартиру, это частная дума. Ну, конечно, но владелец в компании. Вот у меня дом сожгли, второй район. О чем вопрос? Я не услышал, извините. Один дом сожгли? Да. Вы отдали заявление на возмещение, на восстановление? Да, в томатике я не знаю. Отдали или нет? Уже прокомиссия была? Какая комиссия? Говорят, что я не буду ехать. Чего? Да. Потому что я там живу. Тройки-то очка. Военные. Не понял, а что? А, так там военные в вашем доме находятся? Рядом. Там горячая рядом, просто там. В школе. Я предупреждал, что там следует ваш дом. Чего вы переживаете? Я лично приду и во всех сотрудниками коммунального отдела. И как по Карбышево второй добили? Говорите адрес. Карбышево 104. Я лично приду и во всех. Карбышево 104? Да. Они говорят. Давайте будем честными. В городской администрации работают тоже люди, которые, в принципе, не нанимались работать на фронте. Они же не военные. Они тоже люди. Мы должны их тоже понимать. Я не боюсь. Кто-то боится. Я не боюсь. Я приду лично в судьбу. Я знаю, что есть. Каждый день это проблема. Полторы тысячи. А как ваши записки? Я уже только что отвечал. Формирование списков на уголь будет в сентябре не будет. Можно в актуальность? В списке будут формировать местные органы. Когда будет нам финансирование? Бюджетное. Еще раз. Вы где работаете? В детском саду. В детском саду. В детском саду? Вы видели, знаете, в прошлый месяц? Ну вот, да. Еще раз акцентирую. А задолженность? Марта-бремя. Какую задолженность? В больницам дали за март, а мы что-то? Я как бы служащую тоже не получил. Март-апрель прошлого года. Это не была официальная заработная плата. Это была помощь. Я думаю, что рассчитывать на ее выдачу сейчас, через полтора года, не приходится. Вы же хотите от меня честный ответ? Ну да. Я говорю вам честно. А почему тогда больницам дали за март? Не знаю. Пошли, они не смогли получить. Точно так же, как и работники администрации ее не получили. И, кстати, не вы одна задаете этот вопрос. Потому что, да что же, больницы все получили, все огорода. А остальные... Не все огорода, Донецк не получил. Не получил Донецк. Не, ну отвечайте, да. Еще один вопрос. Вот у нас у соседей, красных партизан, 16. 16. И в огороде два неразорванных снаряда. Это третья неделя. Адреса какие, красных партизан? 16. Сейчас он честно пишет, 16. Значит, по поводу... Давайте я вам скажу... Все, мне уже объяснили. Мы по поводу школы ходили. Необходимо позвонить. А что ты объяснила по школе? Не то раз. Мы же звонили. Заявок миллион. Пожалуйста, сегодня сделайте заявку. Стоять еще раз. А руководитель запишите, контролирует. Это один из вариантов. Ну, я думаю, что он самый... 16, 16. Жила. Пожалуйста, по правилам. Я бы не собирал такое количество людей в одном месте. Не надо заявку. Я записал все, да? Все, да. Потому что мы третью неделю. Иван Сергеевич, можно я заявку? Да, отвечайте. Будем переводить в классы. И я вас прошу, всем об этом скажите. Расформируемывать не будем. Закрывать. Я так называю. На данный момент. Но это бахнет. Верхняя желудка. Это минус. Нижняя желудка. Это последняя улица к Сталку. И еще заканчивается за школу. Там уже бахмутка, она тоже входит в сайте. Это в хозяйственные пациенты. У меня такая просьба. Я по газетам читал. Местные. У меня есть просьба. Развлечить. Работать под вашим образом. Чтобы своим делом доказать право быть в вашей команде. Вы будете полезны здесь, там, где вы все. Где вы скажете? Ну, чтобы у меня было обосновлено. Да сказать, что я способен. Вы, подойдите ко мне, подойдите в 9 утра. 9 утра. Куда? В 9 утра. Вот. Да. Без приема, мы еще просто договорились. Низкий вопрос. А, Иван Сергеевич, последний. Пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить Ирина Дюку. Она очень много раз чутка ко мне отнеслась и ко многим моим землякам, которые здесь жили. В вашем присутствии. Хочу выразить ей благо. По поводу Ирина Дюку, мы это знаем. Она будет отмечена. А мы присоединили. Здесь, в Концидеве, будет уже открыт разгромный Концидский пункт. Здесь будут такие же... Вы должны получить, прежде всего, гуманитарную помощь в виде продуктов, от Красного Христа. И по поводу льготных медикаментов, это такой же вопрос. Вы можете не идти в исполкоп. В конце недели будет открыт медицинский пункт, где будут вывешены телефоны, горячие линии, отдела здравоохранения. По всем интересующим вопросам набирайте, и я реагирую через 3-4 недавних дней. Это, по поводу медикаментов, вы должны получать еще в Никита, который предоставляет Красный Крест. Все в амбулатории. Я делаю на Красного Креста. Нет, ты, значит... На Горловке и все окружающие... Вы здесь все время живете, да? Или вы приезжаете из Донецка? Нет, я из Донецка. Я из Донецка приезжаю 2 или 3 раза в неделю. В парки или в Донбассно? Нет, я у меня есть... В квартиру. В квартиру. Просто потому, что я с лишним паралитическим пунктам. Может быть, я хотел с вами обсуждать это, потому что... Ну давайте, вы еще сегодня здесь или нет? Да, 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 я из Северности везде. До скольки? До 3-го, здесь, мы потом и пойдем. Поедете потом в Горловку. Я в 3 часа встречу с Владыкой, если давайте в 16 созвонимся и увидимся в администрации. Договорились? Вы меня звоните, потому что у меня нет. Я вам наберу пол... Отвечу. Ну все тогда.